С наименованием «военный человек» связано не только пребывание в мирном состоянии, но также и пребывание на поле брания. Служба в Вооруженных Силах — это настоящий подвиг, потому что он требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать Родину, не жалея жизни своей. И поэтому сегодня особая молитва наша о Вооруженных Силах, о наших воинах, с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей страны. Сегодня слово «независимость» часто прилагается почти ко всем странам мира, но это неправильное определение. Потому что большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. И по элику это так. По элику там большая сила. И мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду вооруженные силы в первую очередь, но не только. Весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа. Именно поэтому я сегодня, в этом храме, совершал Божественную Литургию, чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших Вооруженных Сил, обратиться к ним, а через них ко всей нашей армии, к флоту, ко всем защитникам Отечества, чтобы они осознавали историческую важность переживаемого момента. И еще и еще раз хочу сказать, мы миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ. У нас нету никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну. Когда я говорю эти слова, я совсем не произношу какое-то пустое, комплиментарное слово. Я отталкиваюсь от истории нашего народа, от истории наших Вооруженных Сил, ведь мы сломали хребет фашизму, который бы, несомненно, победил мир, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа. Да поможет нам Господь и сегодня. Будучи мирными, миролюбивыми и скромными людьми, мы одновременно были бы готовы всегда и при любых обстоятельствах защитить свой родной дом. Конечно, когда я говорю все то, что сейчас сказал вам, я не перестаю чувствовать тревогу за всех людей, которые сегодня живут в тех местах, где происходят военные столкновения. Ведь все это люди и народы Святой Руси. Все это наши братья и сестры. И как в средние века, желая ослабить Русь, силы разные сталкивали братьев друг с другом и погружали в междоусобную брань, так вот и сегодня нужно сделать все, что мы только можем сделать, чтобы прекратилось кровопролитие. И чтобы, конечно, не было опасности междоусобной брани со всеми последствиями. Но при этом мы должны быть верны, когда я говорю «мы», имею в первую очередь военнослужащих, верны своей присяге и готовности душу свою положить за други своя, как свидетельствует об этом Слово Божие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова